Жизнь и ловля пресноводных рыб Платва. Едва ли найдётся другая рыба, которая бы имела такое обширное распространение и всюду была бы так обыкновенна, как платва. Всюду, и в России, и Сибири, она составляет самую многочисленную породу рыб и немного найдётся таких рек, где бы она не составляла главную массу всего рыбьего населения, тем более встречалась бы очень редко. Цвет тела, плавников и глаз этой рыбы подлежит бесчисленным изменениям, которые зависят частью от возраста, частью от состава воды и других местных жизненных условий. Вообще же платва с возрастом становится шире и толще, а цвет глаз и плавников делается более ярким. По своему наружному виду платва приближается всего более к краснопёрке, которую нередко принимают за первую. Но краснопёрка отличается от платвы золотистым отливом чешуи, жёлтыми губами, числом и формой глоточных зубов, тупо закруглённым носом и закруглённым брюхом с выдающимся ребром. Кроме того, платва несколько уже краснопёрки одинакового роста, длина головы относительно менее и сама она не так красива, как краснопёрка. Цвет спины у платвы чёрноватый с голубым или зеленоватым отливом. Бока туловища и брюхо серебристо-белые, спиной и хвостовой плавники зеленовато-серые с красноватым оттенком, грудные плавники бледно-желтоватые, брюшные заднепроходные красные, радужина жёлтая с красным пятном вверху. Обыкновенная платва имеет незначительную величину и большей частью не достигает более 35 сантиметров длины и 600 граммов веса. Но при благоприятных условиях, то есть при изобильной пище и достаточном просторе места обитания, презренная платица в росте не уступает многим другим карповым рыбам. Платва – крайне неприхотливая рыба. Она одинаково хорошо уживается как в небольших речках, почти ручьях, прудах и озёрах, лишь бы вода в них была достаточно свежа и глубока, так и в больших реках. А авариитеты её живут даже в малосолёных морях, каковы Азовская, Чёрная и Каспийская. Притом платва почти всюду бывает всегда многочисленной по количеству особей, бесспорно занимает первое место между всеми европейскими рыбами. Впрочем, нельзя не заметить, что на севере она всё-таки гораздо малочисленнее, чем на юге, а в речках с холодной ключевой водой, также в горных, встречается очень редко или даже вовсе не попадается. Вообще, платва избегает холодной, очень быстрой воды и более предпочитает тихую и тёплую, хотя и не особенно долюбливает очень тенистые и иловатые места, почему гораздо многочисленнее в озёрах с песчаным дном, нежели иловатых, где уже преобладает карась. Ранней весной после вскрытия вод платва держится около самого берега, как в прудах и озёрах, так и в реках. В последних она очень часто выходит на пойму, в старице и поёмные озёра, где значительная часть её остаётся и по спаде воды. Как и у всех других рыб, у платвы также замечается стремление подняться вверх против течения, вызываемое мутностью воды. Но при первой возможности она старается выйти на разлив или в устье притоков и никогда не уходит далеко от своих притонов, чем отличается от язи. Выметав икру, платва в реках держится сначала повсюду, кроме быстрин, но как только появится трава, переходит в заливы, затоны и притоки. И за неимением таковых – в ямы со слабым течением, купальням, мостам и другим надводным сооружениям. В летние жары платва или уходит вглубь, или забивается под берега в корне прибрежных кустов. Нельзя сказать, чтобы рыба эта особенно любила держаться в травянистых зарослях, подобно линю, карасю и краснопёрке. Большей частью она держится около травы или в больших прогалах и вообще избегает иловатого дна, предпочитая ему песчаные. В противоположность краснопёрке платва держится глубже, хотя и не ползает по дну, подобно ершу, и выходит на поверхность сравнительно редко и периодически. Часто, впрочем, можно наблюдать её плавающей в пол воды, и вообще в этом отношении платва рыба очень капризная, хотя в большинстве случаев стоит на 9-17 см от дна. Главную пищу платвы в реках летом составляет зелень или шелковник, то есть ничтые водоросли, растущие на сваях, реже камнях, на небольшом течении. Кроме того, она при обилии мальков, подобно другим рыбам, кормится в мае-июне, модью, а в некоторых реках также метлицей, июль и август. После каждого паводка, то есть сильного дождя, стаи платвы поднимаются против течения, но вскоре возвращаются обратно. В речках платва держится в бочагах, питаясь водорослями и различными личинками, в особенности личинками мошкары. В озерах мелкая годовалая платва держится около берегов, в траве, где находит убежище от своего главного врага – окуня. Но взрослая предпочитает более глубокие и открытые места. Здесь она тоже кормится летом, главным образом растительной пищей. Именно водорослями чаще всего зеленой шарообразной водорослью, обуславливающей так называемое цветение воды, от которого не избавлены и многие реки. Кроме того, пищей платвы служат, конечно, и различные мелкие животные организмы до небольших раковин. Во многих озерах, особенно северных и сибирских, главный весенний, осенний и частью зимний корм платвы составляет известный мармыш, от обилия которого здесь и зависит главным образом рост чебака – зауральских озер. В совершенно непроточных прудах платва встречается редко, и вообще ей почти везде сопутствуют окунь, щука, и она много прихотливее – карася, оленя и верховки. Несмотря на то, что в прудах корма больше, чем в реках и озерах, платва никогда не достигает здесь больших размеров, кроме, конечно, больших прудов. С наступлением холодного времени, в октябре или ноябре, платва как речная, так и озерная уходит на зимовку в глубокие ямы, причем снова собирается по необходимости в большие, очень густые стаи. Зимой она кормится периодически во время оттепелей, которые побуждают ее выходить на более мелкие места ближе к берегу и, кажется, подниматься выше. Главным зимним кормом в реках, вероятно, служит мотыль в озерах Мармыш. Но как мотыль, так и в особенности Мармыш встречаются, к сожалению, далеко не всюду. С февраля платва уже начинает понемногу расходиться из ямы, встречается и на мелких местах, где и держится до прибыли воды, заставляющей ее сжаться к берегам и входить в заводи. Платва нерестится не особенно рано, позднее щуки, язи, шереспера и некоторых других рыб, но раньше лища, судака, сазана и сома. Несомненно, однако, что нерест платвы находится главным образом в зависимости от температуры воды. Чем южнее местность, чем теплее весна и скорее нагреваются воды бассейна, тем платва ранее освобождается от икры. Нормальное время нереста платвы в подмосковных губерниях – конец апреля и начало мая, когда вода имеет от 10 до 15 градусов. Причем в Москве реке она трется до 20 апреля. В речках, имеющих более холодную воду в конце апреля, а в прудах и озерах, на которых лед держится очень долго, чуть не весь апрель. Нередко даже и в первую декаду мая. На севере, а также в некоторых озерах Среднего Урала платва мечет икру в середине мая. Платва трется очень большими стаями. В подмосковных озерах, например, в Сенежском, нерест платвы совершается в больших массах около берегов на мелких местах. Менее заметно и менее шумно совершается он в реках, например, в Москве-реке, хотя платва составляет здесь главную массу всей рыбы. Но все-таки он никогда не проходит здесь незамеченным, тем более, что и продолжается дольше, чем в стоячих водах, где вся платва выметывает икру много дружнее в несколько дней, а редко в неделю. И то, если и теплые дни перемежаются с холодными. В такие дни нерест приостанавливается или совершается только около полудня. Вообще же он продолжается чуть не весь день и всю ночь. Но всего интенсивнее, сильнее бывает всюду по утрам после восхода. В прудах платва трется под берегом в водяном ху и в мочках прибрежных деревьев и папоротника, растущего на плавунах. В хворости около плотин, а реже в траве и камышах. Везде и всюду в это время она делается крайне смелой и не обращает внимания на шум, так что отогнать ее от выбранного ею места очень трудно. Щуки и крупные окуни находят себе обильную поживу и держатся всегда поблизости, готовые схватить ошалевшую плотичку и нередко даже вырываясь в плотяные ряды трущейся рыбы и производя в них значительное опустошение. Клев окуня и щуки тогда значительно слабеет, и этих хищников можно поймать только поблизости нерестилищ, всего лучше на плотвуже. Последняя на удочку в это время почти не берет и попадает лишь случайно, машинально схватывая насадку. Молодь плотвы выклевывается не ранее недели при очень теплой погоде, обыкновенно же через 10 дней, а иногда даже через 2 недели. Тем не менее, мальки плотвы появляются во множестве во всех заливах и затонах уже в середине мая, на юге ранее, и черными тучами плавает в траве и камышах поблизости от поверхности воды. Первое время молодь, впрочем, безвыходно таится в чаще водяных растений, где находит пищу, ракообразных, водоросли и защиту от бесчисленных врагов. В местах, где происходит нерест плотвы, вода положительно кишит от громадного количества выклинувшихся рыбок. В июне молодая плотва уже начинает мало-помалу выходить из своих убежищ в открытую воду, а в августе уже окончательно покидает мелкие заливы и переходит в более глубокие, а также и в самое русло реки или середину пруда или озера. В конце сентября или в начале октября вся молодая и взрослая плотва уходит, как уже было сказано, в глубокие ямы, где и проводит всю зиму почти до вскрытия льда. Впрочем, по моим наблюдениям, в зауральских озерах плотва и поздней осенью нередко выходит с глубины в камыши и траву, без сомнения, ради пищи. Вообще, она кормится как днём, так и ночью, по крайней мере, плотва, подобно ельцу. Находится в движении, постоянно бродит и в полночь, с чем легко согласится всякий, кто ездил лучить рыбу в позднюю осень. В самые сильные декабрьские и январские морозы плотва вряд ли питается чем-либо, по крайней мере, в середине зимы она клюёт редко. Плотва весьма чувствительна к переменам погоды, держится то глубоко у дна, то в пол воды, а иногда на поверхности, поэтому клёв её весьма капризен. Несомненно, что перед ненастьем она перестаёт брать, но верно также и то, что неудача большей частью происходит от того, что плотву ловят не там, где она есть, и не на надлежащей глубине. Если она часто плавится, то есть плавает поверху, разрезая спинным пером воду и оставляя след в виде линии, или же переворачивается, пуская брызги, то со дна ловить её не стоит, а лучше удеть в пол воды. Точно так же не стоит удеть её на донные удочки, в закидку, тем более, что она и попадается на них довольно редко, а потому главный, почти исключительный способ ужения плотвы – это ловля на длинное удилище с поплавком, практикуемое как в стоячих, так и в не особенно быстрых текущих водах. Главная разница заключается в насадках. Первое условие плаотичной удочки заключается в её лёгкости, а потому она делается из самого лёгкого дерева или ещё лучше тростника. Многие английские удильщики и даже некоторые русские рыболовы предпочитают ловить плотву с катушкой. Но раз вы ловите плотву без катушки, то рациональнее ловить её не на шёлковую, а на хорошую свежую трёхволосную леску, которая, растягиваясь до некоторой степени, заменяет катушку, а главное, даёт возможность употреблять мелкие номера крючков и мелкую насадку. Крючок никогда и ни при какой насадке не должен быть крупнее номера 8, и то только, когда насаживается навозный червь, не особенно, впрочем, уважаемый плотвой. При ужении на хлеб, зерно, опарыша практичнее употреблять крючки с короткими стержнями. Для ловли на мотыля местами главные осенние и зимние насадки самые практичные крючки – мотыльные с длинным стержнем. Поводок может быть при ловле с катушкой из одного волоса, который пристёгивается петлёй к тончайшему шёлковому шнурку. Необходимые качества поводка – прозрачность и незаметность. Лучше всего, если он будет жёлтоватого цвета. Грузило. Плотичные удочки всегда лёгкие, состоит обыкновенно из одной или нескольких дробинок, расположенных не очень тесно, причём более крупные должны быть дальше от крючка. Поплавок имеет очень важное значение при ужении платвы, тонкий клёв который вошёл в поговорку. Он должен быть настолько, возможно, меньше и легче и сидеть в воде как можно глубже. Иногда необходимо, чтобы верхушка поплавка высовывалась из воды только на 5 мм, даже на 2,5 мм. Пробочные поплавки малопригодны, кроме самых маленьких и притом удлинённой формы. Для ловли в стоячей воде очень хороши длинные перейвы и поплавки или же изыглы дикобраза. При ужине на течении длинные поплавки, однако, неудобны. Леска здесь всегда более или менее оттягивает верхушку поплавка, между тем, как необходимо, чтобы последний всегда находился в вертикальном положении. Так как плотва рыба сравнительно сытая и малоподвижная, то для того, чтобы обеспечить себе успех ловли, необходимо привлечь её или даже приучить к данному месту каким-нибудь лакомым кормом. Это достигается прикормкой или притравой, бросаемой перед ловлей или во время ловли, а в особенности привадой, устраиваемой за несколько дней и постоянно поддерживаемой. Впрочем, привада более необходима в стоячей или полустоячей воде в прудах и озёрах, а в реках же можно ограничиться бросанием прикормки во время ловли. В прудах места, избранные для ужения плотвы, всего лучше запроваживать пареной рожью или же крошками чёрного хлеба, которые можно заменить распаренными корками. К этому основному корму благоразумно прибавлять ради запаха пшеничных отрубей или толчёного конопляного семени, слегка поджаренных. Лучшей прикормкой служит всё-таки мотыль весной, в мае, после нереста плотвы, а затем уже в августе или в начале сентября. В конце мая и в июне, когда мотыля достать трудно, а в это время он вылетает из воды, можно с успехом ловить плотву, прикармливая её муравьиными яйцами. Обе эти прикормки хороши тем, что не очень скоро насыщают рыбу. То и другое сминается обыкновенно вместе с глиной, но на очень слабом течении. Лучше прямо подбрасывать мотыля вместе с сором позади лодки. По всей вероятности, летом лучшей прикормкой была бы зелень, то есть нитчатая водоросль, лакомая летняя пища ни одной плотвы. Но трудно придумать, как это устроить. Насадки для ужения плотвы довольно разнообразны. Они могут быть разделены на растительные животные, причём первые употребляются большей частью в стоячей воде, а вторые в проточной. Главные растительные насадки – хлеб, пареные хлебные зёрна, зелень, главные животные – мотыля, парыш, муравьиные яйца, ценовозные черви. Кроме того, изредка насадкой служат мухи, мелкие кузнечики, шиворотка, то есть личинка-мошкары, раковые клешни и шейки. В реках на хлеб плотва берёт хуже, чем в прудах, а иногда и вовсе не берёт, а если не будет, им же прикормлена. Плотва – самая прихотливая, привередливая рыба, и если ей не понравится насадка, то она выплёвывает до подсечки. Вообще всякий, в особенности белый, более бескузный хлеб лучше сминать с мёдом и прованским маслом, в которое прибавлено несколько капель анисового или мятного масла.